Как победить себе потреблятство? Ответ уже дал филиал Божественных сил. Вот сейчас люди многие столкнулись с тем, что отсутствие каких-то накоплений ставит их в ситуацию, как выжить. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют. А можно и милостынку попросить. Просить не 800 долларов до следующего месяца, а просить крупы, горсточку. Бесы, милостыня и горстка гречи. Светлое будущее уже через месяц. Привет, Ютуб! Вот такие советы нам раздают уважаемые представители церкви. Грех не прислушаться. Ну, а я решила повременить гречи и зашла в наш карантинный инстаграм. И знаете, просто обалдела. Ну, потому что на меня полилось это. Какая-то дичь. Давай, раз, два, три. И знаете, я сначала офигела от количества информационного мусора. Ходила такая по дому, возмущалась как бабка. Мол, эти блогеры, звезды, зачем вы тотально отупляете население? Да мы же выйдем из карантина с одной извилиной на всю страну. И извилина это будет разделять две половинки жопы. И нет бы сделать что-то полезное, такое образовательное. Но нет. Народ переживает за неровную челку и влеевую и порезанные волосы Бузовой больше, чем за свою жизнь. А потом, ребята, знаете, ко мне пришло озарение. Я поняла, что целиком и полностью не права. Я прям признаю, что ошибалась. Инстаграм-блогеры молодцы. Без шуток. Ведь по факту весь этот перформанс с майонезом, туалетной бумагой так или иначе заставляет людей сидеть дома. Никто не захочет слушать от Бузовой, какие она там книги прочитала. Нам нужно что? Огнище. Многие сидят дома, смотрят на позорные выходки звезд и хоть на время отвлекаются от проблемы желания сходить на улицу. Но ведь так. И знаете, никогда не думала, что это скажу, но инстаграм-блогеры молодцы. Прямо правда молодцы. Спасибо им большое за это. И пусть я еще не готова надеть подушку на голое тело и нарядить в это ребенка, как, например, Бородина. Но, ребята, если нужно, то напишите мне об этом обязательно в комментариях. Если кого-то это вдохновит остаться дома, то я пойду и сфоткаюсь так в своем инстаграм. Ну а что? Ну а прямо сейчас давайте вместе откомментим, что случилось с теми, кто дома не усидел. Совсем недавно я выпустила видео, где рассказала о косметологах и мастерах красоты, которые, несмотря на запрет, продолжали работать. Ну, колоть губки на дому. Все в комментариях возмутились. Вот, Катя, какая же ты сучка крашеная, людям жить не на что, зарабатывают как могут. И даже лично Емельян Брауде, вождь медокосметологов и тугих пись, написал мне любовное послание. Мол, Катя, у вас подозрительно круглое сытое лицо и хейт в комментах. Это знак, задумайтесь. Дорогой Емельян, передаю тебе пламенный привет. И спасибо, конечно, за комплименты, но я сижу, читаю все это и у меня встал вопрос. Ребят, вы думаете, что я против работающих в черную косметолога в период карантина из-за большой вредности, что ли? Сижу такая, знаете, как дрянь распоследняя. О, да, косметологам и семьям нечего жрать, а народ ходит страшно без ботокса и ресниц. О, как я счастлива, как же я счастлива, что всем плохо. Ребята, я вас разочарую, но нет. Я просто захожу в новости и вижу это. Жительница Нижегородской области заразилась коронавирусом после надомного визита косметологу. Большая часть тех, с кем пациентка находилась в контакте, также стали носителями коронавируса. Парикмахер заразило 13 человек. Да ладно, как же так получилось? Наверное, Катя Конусова накаркала. Народ толпами прет к домашним мастерам, а те лепят отмазой о дезинфекции. Я принимаю по дружбе, я проветриваю, я рот маской закрыла, а нос забыла. Ну, сами послушайте этот бред. Косметолог Иродриева принимает клиенток. Сейчас, когда введен режим самоизоляции, с порога будто оправдывается, мол, ее двери открыты только для своих. Я принимаю своих подружек, своих знакомых девочек. Я от тебя пришла на встречу, я поняла, что как бы ты, ну, если захотела, вот из-за этого я пришла ее принимать. Лукавец. Чтобы записать на процедуру незнакомого человека, ей хватило короткой переписки. И это при том, что Рива якобы работает в больнице акушеркой. Сложно представить, скольких людей она подвергает опасности. Все одноразовое, шапочка, пеленочка, я специально ничего не исправляю, что это все серьезно. Много вообще народа приходит? Народа много. Сейчас закрыто же все, поэтому так сложно найти. По оценкам специалистов, один работающий мастер в случае заражения может заражать, в свою очередь, по 8-10 человек в день. Инкубационный период вируса около двух недель. Таким образом, один мастер может заразить до 100 человек. И никакие маски здесь не спасут. Я прекрасно понимаю, что все остались без работы. Кредиты, аренда, дети, всем надо выживать. Бьюти-мастерам тоже хочется кушать. И мне всех, ребята, искренне жаль. Но послушайте, сейчас на кону вопрос жизни множества людей. Ситуация безвыходная. Но прошу, хотя бы не подвергайте опасности остальных. И если вы думаете, что сходили домой к косметологу и вам повезет, то посмотрите, пожалуйста, вот на эту крутую цифровую модель чиха и кашля. Наш чих как бомба долговременного действия. Все эти капли распространяются на несколько метров. Тучи висят еще пару минут, оседают по всем окружающим предметам, все этим дышат. Мало ли кто чихал дом у этого энного косметолога. Чей чих вы там занюхали? Если намеки непонятны, то скажу прямо. От похода к домашнему косметологу можно сдохнуть. Ну, простите, а как еще объяснить? Все уже знают, что Собянин ужесточил самоизоляцию в Москве. Город практически закрылся, вводят пропуска и новые ограничения. И мне кажется, что все это происходит, ну, потому что шашлыки по-прежнему крутятся, а коронавирус мутится. Природ заболевших все выше. А судя по последним видео, народ все так же жарит мясо, тусуется во дворах, стоит в пробках, висит на брусьях, плотно молится в храмах, как килька в банке. И, конечно же, в каждом дворе есть типичный батя, которому жена сказала выгулять ребенка, а тот взял и выгулял на закрытой детской площадке. А потом, шо, какой штраф? Какой-то из начальников полиции меня увидел и дал распоряжение своим сотрудникам. Забрали только меня. Просто гулять с детьми по улице у нас, оказывается, можно. Ездить утром в метро, в час пик, у нас можно. А выйти с ребенком на пустую детскую площадку оказалось, у нас нельзя. Ну, нельзя, ребят, нельзя, потому что детские площадки рассадник вируса. Там собрается толпа, там все чихают на металлические горки и трутся попой лицом обо все это дело. Поэтому площадки оградили лентой для всех. С этой же целью унесли и разобрали лавки из парков. Но понятно, что самостоятельно развлекать ребенка это тяжело. Вот все и прут, чадо на площадку в закрытую зону. И знаете, многие родители на самоизоляции вдруг поняли, что детишки это вообще не подарок. Хорошо на эту тему высказался Павел Воля. Я хочу обратиться ко всем родителям, у которых есть дети. Ну че, подохренели? А? Это не карантин, это кара для всех родителей нтин. Они тебе говорят, давай, давай еще что-то поделаем. Пап, давай еще что-то поделаем. Давай, давай. А у тебя уже кончилась фантазия, а время еще только 10 утра, блин. Жиза чистейшая. И знаете, у меня есть ответное обращение со стороны детей. Послушаем парнишку, который сейчас не ходит в сад и держит меня в заложниках. Внимание. Ребята, родители, всем большой привет. Держитесь. Я тоже с вами. Идем дальше. Вот наткнулась на занимательную статистику. В США на одного человека приходится 2,4 комнаты, а на одного россиянина приходится 1 комната. И это, я вам скажу, крайне оптимистичная статистика. А теперь посмотрим на российские реалии. По факту, сейчас целые семьи из нескольких поколений заперты в однушках. Ну, как в тюрьме. Только еще и во двор по кругу не выводят. И в этом пространстве у нас муж пьет, дедуля пердит в диван, жена орет, младенцы рыдают, подростки снимают тикток в одних трусах, кот срет мимо лотка, кредит сам себя не платит. И все в этом доме есть, кроме денег. Разводы, домашнее насилие, живодерство. Вот сейчас топчик в новостных заголовках. И страшно представить, что творится в обычных семьях, если крыша слетает даже у богатых знаменитых. Вон, Агата Мацинеца, любимка муж Павлик Прилучный, попросил на выход вместе с детьми. Пандемия дается плохо. Паша забрал ему телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Он реально 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в неверенных количествах. Привет Джигану, как говорится. Коронавирус на улице Корона. И уже, знаете, становится не смешно, сколько сейчас несчастных людей сидит в обнимку с домашним психопатом. А вот еще занимательный кусочек статистики. Почитайте, как он такой. За апрель показатель увеличился на 333%. И если раньше жертвам просто раздавались советы, мол, встань и уйди из дома, то теперь идти-то и некуда. И это реально страшно. Чем это закончится, я не знаю. И знаете, судя по новостям, многие реально поехали кукухой. А есть и те, кто решил, что бежать от этого коронавируса неблагоприятной социальной обстановки надо в лес и играть там новую часть фильма «Выживший». Так многодетная семья из Свердловской области отправилась жить в чащу леса. Спали на ветках, жирали, что с собой прихватили, но пикник продолжался недолго. Пришла полиция и обломала кайф. Забрали детей, увезли родителей. И, знаете, им еще повезло. Вывод всей басни такой. Никакого леса, сидим дома. И знаете, ребята, что я заметила по новостям? У чиновников, мэров, губернаторов сейчас какая-то минутка славы началась. Раньше они тихо сидели, пилили бюджет на плитку, вяло исполняли какие-то там приказы сверху, а тут раз и всем сказали «Вот вам какие-то непонятные полномочия, крутитесь, спасайте свой народ». И открылся круг самодеятельности. Вот, пожалуйста, в Тюмени товарищ чиновник демонстрирует нам приемы Волочковой. Можете растяжки, всякие упражнения делать, например, просто растяну себе немножко. Таким образом, оставайтесь дома, будьте здоровы. Мэр Невиномыска показывает бюджетные очумелые ручки. «Вот берем три салфетки. Вот раз, два, три, одну на другую кладем. Надо тебе там оперативно, если нет маски там. Я понимаю, что мы производство все возобновим, там увеличим количество масок, все это сошьется. Ну можно вот так вот раз загну, два загну, то вот так вот берешь очумелые ручки, у нас такие масочка, чуть ли вот так вот хоп-хоп, расширяешь и на свои уши одеваешь». Депутат из Ивановской области просто пляшет. Ой, молодец! Ой, мой китяшка! Какой мужчинка! Оп! Оп! Классно это все, конечно, но есть те, кто общается с электоратом в чатиках. Вот женщина постучала в личку главы администрации Липецкой области и ей даже ответили. Она спросила, «Как жить без ЗП и без работы? Работаю начальника, ЗП без продаж не будет, а у меня съемная квартира, дочь пять лет и мама пятьдесят лет. И как мне быть, кушать все хотят». Товарищ глава, тот еще философ, ответил, «Каждый сам кузнец своего счастья. Вы не по адресу с упреками». Ну, как не по адресу-то? Разве власть не на службе у народа? Разве не народ выбрал и дал работу своему представителю? И теперь эта власть пишет матери-одиночки. «Ничего не кую, сами себе куйте». «Сам ты куй», сказал народ в ответ, и вот уже читаем заголовки. «Губернатор поможет кузнецам своего счастья. Оставшимся без работы жителям Липецкой области выплатят 100 миллионов рублей». Ребятки, но не каждому по 100 миллионов, только мрот на одну персону. Не обольщайтесь. И вы знаете, что интересно, а заплатят, потому что после этого сообщения главу захейтили в сети или потому что так и планировалось в самом начале? Жду вашей версии в комментариях. Но знаете, лучше помогли только карельским школьникам. Две сосиски и слегка гнилая картоха пришла им в качестве пайка. «Семья недовольна?» И я не пойму, почему. Друзья, ну а чего жалуетесь? Главное не подарок, а внимание. Так ведь? Ну и по сложившейся традиции корона-дичь и корона-обдираловка. И прямо с самого начала шок-контент. Сейчас всем срочно в больницах, в разных организациях, в пропускных пунктах понадобились бесконтактные термометры. Если загуглить такой термометр, то его средняя цена ну, там, тысяча-две рублей. А теперь любуемся ценами на Вайлберис. Смотрим. 11 тысяч, 13 тысяч, 16 тысяч, 21 тысяча рублей. Некоторые стали свидетелем термометра из-за 32 тысячи. Знаете, тот момент, когда охренели просто в край. Имбирь просто нервно курит в сторонке, ребят. Спасибо тебе большое, Вайлберис, за пластиковое китайское говно по цене айфона. А теперь к фейкам. По СМС начали рассылать вот такие тупые сообщения. Вами был нарушен режим карантина, оплатите штраф на телефончик абонента Теле2, иначе на вас возбудят уголовное дело. В общем, дичайший развод и бред. И самое забавное, что в сети пишут, что раньше делали точно такие же рассылки, но пугали тем, что вы посмотрели порносайт. Если ты впечатлительный и реально рукоблудишь, то можно нечаянно и повестись. Но теперь вы знаете, за нарушение карантина вам точно не придется скидывать деньги на чужой телефончик. Поэтому посылаем и игнорируем. Ребята, спасибо огромное, что ты смотрели это видео до конца. Мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока-пока!